SSD или твердотельный накопитель И за такой срок он уже сам сильно устареет SSD можно использовать в паре с жестким диском Например, операционная система и некоторые программы или игры устанавливаются на твердотельный накопитель, а все остальное — на жесткий диск Это существенно повысит скорость работы компьютера Объема до 128 ГБ как раз хватит только для установки операционной системы 240-500 ГБ — это вариант для установки нескольких игр и программ На SSD от 500 до 1000 ГБ уже можно хранить различные медиафайлы А объем более 1000 ГБ пригодится для серверов Рабочий ресурс показывает, какой объем данных в терабайтах можно записать на SSD в течение всего периода эксплуатации Если вы будете перезаписывать в день по 3 ГБ, то ресурса 80 ТБ хватит вам на 5 лет За то, насколько быстро будут открываться файлы и загружаться система, отвечает скорость чтения Чем она больше, тем быстрее происходят операции Желательно брать накопитель со скоростью от 500 МБ в секунду Хотя разница между показателями в 500 и 400 МБ может быть и незаметна Скорость записи отвечает, как быстро файл сохранится на накопителе По мере заполнения свободного пространства скорость записи может снижаться SSD с форм-фактором 2,5 дюйма подключается к материнской плате через разъем SATA 3 или SAS Но последний предназначен только для серверов Если в корпусе компьютера нет отсека для такого накопителя, понадобится специальная крепежная рамка или двухсторонний скотч У формата mSATA компактный размер Он подходит для установки в ноутбуке и компактные компьютеры, если у них есть такие разъемы По скорости передач равен SATA 3, то есть не превышает 560 МБ в секунду SSD с интерфейсом PCI-Express имеет очень высокую скорость и вставляются в соответствующий слот на материнской плате Но если данных слотов на плате мало, то они могут быть перекрыты видеокартой Самый современный разъем это M.2 Он имеет 5 разных форм-факторов, поэтому стоит обратить внимание, какие именно поддерживает материнская плата M.2 вставляется непосредственно в материнскую плату, но работает по двум разным интерфейсам – SATA и PCI-Express Второй вариант значительно превосходит в скорости – до 3500 МБ в секунду А вот M.2 SATA ничем не отличается по скорости от остальных Вы можете еще встретить устройство с подключением U.2 M.2 SATA это аналог M.2, но он работает только по интерфейсу PCI-Express NVMe это набор стандартов для максимального раскрытия потенциала SSD Обеспечивает высокую пропускную способность, надежность и долговечность устройства Он присутствует у форм-факторов M.2 и PCI-Express От типа памяти зависит, сколько бит информации поместится в одну ячейку Чем больше этот показатель, тем ниже цена за устройство, но при этом сильно уменьшается ресурс перезаписи и ухудшается производительность Если рядом с типом памяти встречается аббревиатура 3D NAND, то этот SSD имеет повышенную скорость и более длинный период эксплуатации Тип памяти, называемый 3D X-Point, это технологическая разработка последнего поколения от компании Intel Отличающаяся большим количеством циклов перезаписи, низкими задержками и высокими скоростями в случайных операциях Загрузки операционной системы и ресурсоемких приложений Такой тип памяти мало распространен и присутствует только в премиальных устройствах Теперь вы можете подобрать нужный накопитель для вашего компьютера Выбирайте правильно С вами был Дэнс До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok